До последнего времени этот топор считался бутафорским, а труппа театра называла себя «Бродячий». Сегодня художественный руководитель камерного драматического Яков Рубин ломает стену, но в то же время строит будущее своего театра. Впервые за последние шесть лет у творческой группы появилось постоянное помещение. Его подбирали для театра по особому распоряжению губернатора. Здание искали несколько лет. Подходящее нашли в самом центре города на улице Ленина. На мой взгляд, оно прекрасно. Это ранний модерн, конец 19 века, с потрясающим двориком. Мы надеемся там когда-нибудь играть в спектакли тоже. Но это в будущем. Сегодня мы занимаемся внутренней отделкой вот этой красоты. Покрыть лаком стены и привести в порядок фасад здания сегодня большая часть работ уже позади. Камерный театр организации не государственная и некоммерческая, потому ремонт приходится делать за свой счёт. Древние перегородки актёры ломали сами. Сами циклевали кирпич. А вот полупотолок всё-таки сделали специалисты. Волокжане удивительные люди, говорят артисты. Кто-то деньгами помог, кто-то материалами, кто-то выделил работников. В число энтузиастов попал и новый актёр Сергей Ювженко. Он приехал в Вологду из Сибири. Здесь, говорит, есть необходимый театр дух авантюризма. И с дрелью в руках повторяет текст пьесы. Наш бренный стыд стоит на страже. Пьяный бред и даже блат. Переглянулись я и я же. И правде бросили халат. Взыскательного зрителя будут удивлять не только актёрским мастерством. Пространство в театре оформят с помощью специальных ширм на колёсах и сделают лабиринты. Вешалку, сцену и буфет искать нужно будет каждый раз заново. Это будет театр «Трансформер», поясняет режиссёр. Арена, зрительный зал из двух частей или классический помост. Вариантов конструкций может быть множество. А это будущая гримерка. Сейчас здесь находится склад реквизита и всевозможных строительных приспособлений. Например, вот в этом противогазе чистили стены. А это кепи французского полицейского. Здесь же хранится плетёнка, которую привезли из Америки специально для наших сушек, медные самовары и антикварная печатная машинка. Её, кстати, попытались во время ремонта украсть наёмные рабочие. Сдавали в ломбард. Но, к всеобщей радости, реквизит никто не купил. Эта машинка станет частью оформления нового спектакля. Что ещё используют в премьере, артисты не говорят. Тайной остаётся и название постановки. Пока только известно, что сценарий написан на основе стихов Рубцова. Это совсем не о нём, не по его биографии. А это такая наша фантазия на темы его стихов и наше ощущение его стихов. То есть, ну, они очень современные, очень про нас, про всех живущих в России. Мне кажется, что очень вовремя сейчас будет такой спектакль, тем более в Вологде. Новый спектакль артисты планируют впервые сыграть через два месяца. И в день премьеры в Вологжане прочитают именно тех, кто помогал восстанавливать здание камерного театра. На кирпичах центральной колонны зала выгравируют десятки надписей в благодарность неравнодушным к искусству людям. Людмила Алексеева, Игорь Трифонов, Новости Вологды.